Мать поюшла на трубе. После этого, после смерти, она все пить. У меня умерли оба сына. Дети оказались. Я жила у дочки. Им нужна была моя пенсия. Ей сожитель сказал, вон, она так и сделала. Вот если бы не этот дом, я не знаю вообще, что было бы со мной. Мне хоть вешаться было. Истории предательств – тяжелые моменты жизни, с которыми не смогли справиться. Оставляют позади, как только переступает порог центра реабилитации. Все эти люди бездомные. Ровно в 16.30 приходят с улицы, проходятся на обработку, моются и скорее к столу. Этажом выше – комната отдыха, шахматы, лото, книги и, конечно же, телевизор. После дня скитаний по городу, постояльцы сидят в тепле и погружаются в мир кино. Мужчина возле книжного стеллажа «Александр» – в прошлом известный хоккеист. Его фотографию украшала доску почетного дворца спорта. Но вот уже 35 лет он не держал в руках клюшку. Уже я в три года на коньках катался. В этой машине меня спорт затянуло. Были какие-то планы выступать на спортивных соревнованиях? Да, были. Были, конечно. Мне сказали, пить стряков, уезжай в Барнаулы, играй, занимайся спортом, хоккеем. Ну, не сложилось так. Я потерял отца и мать, родители. Это уже в этом минуте я сам. Эта Антонина Игнатьевна ночует в центре уже два года. Родная дочь выгнала из дома. Здесь 76-летняя осторожка обрела новую семью. И никогда к ней не пойду. Может, на улице сдохну, но к ней не пойду. Не пойду никогда. А еще есть родные? Внук. И все. Но я не нужна. Деньги надо. Конечно, хотелось бы, чтобы родня была как родня. Хотелось бы в семье. Но раз так получилось, мне эту семью не надо. Не надо. Я лучше тут буду, в этой семье. С постояльцами работают психологи. У кого нет паспорта, помогают восстановить документы и даже трудоустроить. Некоторые бездомные не хотят покидать эти стены. Ночуют здесь годами, ну а кто-то встает на ноги и начинает новую жизнь. Из наших стен люди уезжают в Москву, в Санкт-Петербург. Да, потом возвращаются и заходят к директору в кабинет, благодарят директора, специалистов по социальной работе, всех работников, что помогли им. И они сейчас проживают в городе Москва, в Санкт-Петербурге. Такие случаи есть. Это очень, конечно, не то, что радует. Мы этим гордимся. Центр реабилитации для бездомных в Барнауле рассчитан на 72 человека. Сегодня здесь нет ни одной свободной койки. Ровно в 8 утра постояльцы вынуждены покидать центр. Как правило, идут на вокзал, там не выгоняют, там же и обедают. А ровно в 4.30 вечера возвращаются в свою новую семью. Если вы видите человека в беде, знайте, что вы можете ему помочь, подсказав нужный адрес. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.